Сексуальный абьюз от детей в сети в последние 10 лет. Этот ролик нетрудно найти в интернете. Дети на десятках языков говорят об одном и том же, как остановить педофилию. Только в России за последние 7 лет число преступлений, совершенных на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, выросло в 34 раза. Каждый день в нашей стране насилуют около 50 детей. Их возраст от 2 до 16 лет. Вот он идеальный мир педофила. Девочки с выколотыми глазами, глаза, зеркало души. То, что невозможно показать фотографией или роликом, они это рисуют. Просто мерзкие картинки, мерзкие. Мы снимаем Светлану со спины. Это не тот случай, когда врага надо знать в лицо. Ее личная война с педофилами началась 4 года назад. На одном из сайтов она зарегистрировалась под видом ребенка. Спустя некоторое время на нее вышел первый любитель маленьких мальчиков. Сегодня она координатор сайта «Дети планеты», ресурсы, создатели которого аксессуальные. Активно борется с педофилами. Принимаю обращение граждан. Вот, предположим, последний случай. Сообщила соседка, вообще соседка. Она заметила, что мужчина вводит к себе мальчиков. Ну, граждане, ну будьте внимательны. Обращайте внимание на такие вещи. Оказалось, что педофил. Способы борьбы с извращенцами сейчас обсуждают на самом высоком уровне. Пару недель назад Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки в уголовный кодекс. Среди них самая долгожданная. Президент предлагает делать педофилам специальный укол. Вводить в организм преступника препарат, блокирующий мужской гормон – тестостерон. Я полностью поддерживаю этот проект. Депутатов региональных парламентов на этот счет не спрашивали. Но если бы спросили, он сразу бы ответил – да. Отец двоих детей, Леонид Песной, уверен – решить эту проблему можно только радикально. Эти меры, может быть, они достаточно жестокие, но они оправданы. Это я могу сказать и как отец, и как депутат. Психиатры говорят, педофилия – это, конечно, отклонение от нормы. Но лечение таким людям вряд ли поможет. Как показывает практика, большинство преступников после выхода на свободу вновь принимается за свое. Я допускаю такие случаи, где мог бы быть единственный выход. Но только по результатам экспертизы судебно-психиатрической, судебно-сексуолго-психиатрической, когда ясно, что действительно иного выхода здесь просто нет. Она дергалась. Так вот, я ей сказал, не бойся, я тебя не троню. Это откровение энгельского педофила. В марте Вадим Кутебов изнасиловал девятиклассницу. От скуки, как признался сам. 12 июля его приговорили к девяти годам лишения свободы. Если осенью депутаты Госдумы одобрят ведение кастрации, преступник выйдет на свободу не опасным для общества. В противном случае неизвестно, сколько еще детских судеб исковеркает этот человек. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.